Мультфильмы про машинки История про доброго трактора, по имени Джек. В одной деревне, жил маленький трактор. Его звали Джек. Однажды он поехал погулять. Ярко светило солнышко и дарило всем свое тепло. Трактор ехал по дороге мимо луга. На лугу росло много разных и очень красивых цветов. Ромашки, колокольчики, ландыша. И маленький трактор решил собрать букет для своей любимой мамочки. Он заехал на луг, но только хотел сорвать цветок. Так вдруг услышал в траве странный звук. Что-то маленькое пищало и рыдало. Тим присмотрелся, но никого не увидел. Он подъехал поближе, но звук исчез. Только что-то быстро промелькнуло в высокой траве. Удивленный трактор остался стоять на месте. И вдруг недалеко снова, послышался, тихий плач. Тим снова поехал на звук, но звук снова исчез, и снова что-то промелькнуло в траве. Как интересно, подумал трактор. Кто это? Может быть, кто-то играет со мной в прятки? В траве снова кто-то заплакал. Да так близко, что маленькому трактору надо было всего лишь наклониться, чтобы посмотреть на незнакомца. Только он наклонился, как увидел маленького желтого птенчика, который горько плакал и уже даже перестал прятаться. Он был еще совсем маленький и никогда раньше не видел таких больших тракторов. Честно сказать, он вообще еще не видел никаких тракторов, поэтому на всякий случай старался убежать от этого большого железного коня. Привет, сказал трактор. Не бойся. Я тебя не съем. Я трактор Джек. А ты кто? А я потерялся. Я живу на высоком дереве, вместе со своей мамой. Она полетела за червячком, мне на завтрак. Я ее выглядывал и выглядывал, а потом упал. Теперь я не знаю, нигде моя мама, нигде мое дерево, сказал птенчик и опять заплакал. Маленький трактор немного подумал и сказал, а ты залазь ко мне на крышу и внимательно посмотри по сторонам. Твое дерево, твое дерево, твое дерево, где-то здесь рядом. Я посадил птенца, обратно в гнездо. Птенчик очень обрадовался, и пообещал больше не падать с дерева. Трактор отъехал подальше, и подождал, пока к птенчику вернется мама, и только потом поехал к себе домой. По дороге к дому Джек собрал самые красивые цветы, чтобы обрадовать свою маму.